Друзья, всем привет! Сегодня новое видео, вы на канале Виктория Лид. Сегодня мы отправимся гулять. Сегодня будет очередная мотивашечка на уборочку. Будем разбирать огромную кучу вещей. Также вместе пойдем со мной гулять. Сейчас я решила показать вам наш вид из окна. Сегодня просто прекрасная погода, просто чудесная. И надо разложить белье, которое у меня постиралось. Его скопилось очень много, и я хотела сказать про этот комплект постельного белья. Это отдельно просто на резинке и две наволочки. Покупала я в Текстиль Сити у нас в магазине, который был в другом городе. Этому комплекту нету и года, но выглядит он так. В принципе, такой цвет просто, знаете, не особо такой. Возможно, кому-то приятный, но этот комплект очень сильно нравится моему мужу. И мы его пока сохраняем. Пока что мы не поставили кровать. Пока что нет особого у нас матраса. Мы стелим просто на пол, чтобы не бояться испачкать и потом выкинуть. С утра, естественно, надо проводить себя в порядок. Наклеивать патчи, делать какую-нибудь увлажняющую, тонизирующую масочку. Надо, как всегда, помыть посуду, потому что ее скопилось, как всегда, очень много. Особенно, если после завтрака, перед завтраком вы ночью забыли это сделать. Я, например, такая лентяйка, которая осознается в этом, говорит честно и открыто, что я могу про все это забыть. И сегодня я хотела сказать то, что мы будем вместе очищать кастрюлю, потому что раньше, допустим, я всегда это делала одна. И здесь я решила почему-то показать на съемку. Не знаю, почему я не сделала этого раньше, но у меня была такая идея. И все как-то само собой происходит, что забываешь вообще все это сделать и показать. Просто как-то замыливаешь все и уходишь по своим делам, ничего не снимаешь. Но вот сегодня я решила снять, вам вместе показать, посмотрим вместе, какой результат. Я сама просто в диком восторге. И в последнее время, почему-то это так смотрю, что кто-то покупает, как это сказать, мойки из камня. И многие жалуются, что следы от кофе отпечатываются и так далее, и так далее. В общем, она дико марка. И я подумала, что если мы здесь будем делать кухню, какую-нибудь единую столешницу, то я все-таки, скорее всего, возьму из нержавейки себе. Все-таки, пускай будет полезная нержавейка раковина. Мне кажется, так будет круто. Это будет, по крайней мере, практично, потому что я не хочу возиться и тратить на нее полдня, каждые два дня вымывать. И нержавейка просто прекрасно подходит для всех дел. Сегодня на завтрак у нас овсяная каша. Я всегда беру хлопья ясно-солнышко. Мне нравится второй размер больше, чем третий. Первый мне размер тоже не нравится, потому что хлопья прям толстые, толстые прям большие. Я говорю деткам. И третий размер для нас, конечно, малов... Ну, такой маленький совсем. Получается, каша совсем жиденькая. Всегда добавляю в конце сливочное масло сразу на всю кастрюлю. Никому не добавляю отдельно. Мне кажется, так круто. И, ну, просто не остается пленки от молока, который обычно образовывается. Я уже который раз использую вот этот Pure из FixPrice и пятновыводитель. Мне, в принципе, нравится такой порошочек, который, в принципе, неплохо справляется. Какие-то серьезные загрязнения он, конечно, не уберет. Но, чтобы освежить, я каждый раз добавляю, чтобы белье было более-менее опрятное и чистое. Сегодня у меня вообще какое-то видео такое, что я показываю то, что делаю обычно всегда, но почему-то не записываю. В общем, приятного вам просмотра. Всегда делаю внизу плисошу перед тем, как складывать постельное белье в наш отсек для всяких мелочей под диваном. Всегда его туда складываю. Всегда складываю туда подушки. Вечно все меняю. Вечно там плисошу. Как же это удобно, когда здесь идет прям фанера-фанера. Прям толстая, а не какая-нибудь маленькая накидочка, так сказать, которая отваливается, от которой гвозди отлетают. Здесь просто все железобетонное, и дети становятся, и играются, и нет никакого труда всем этим заниматься. Всегда очищу сам диван, всегда плисошу. Всегда обожаю это делать, чтобы не было никакой крошки, никаких пылинок. Мне это прям раздражает, но дети кушают и тут, и там, и где невозможно. И всегда, естественно, здесь есть крошки, которые я всегда люблю убирать. Мне даже Юрец, уже старший сынок мой, тоже уже очень обожает плисосить именно ручной насадкой, потому что он может это делать, и ему удобно. И пледы у нас тоже служатся вот так вот быстро, и можно их спокойно стирать, и не будет диван грязный. В общем, сегодня я решила вам показать, еще раз говорю, про кастрюльку. Сегодня я сначала набрызгала саниты, антижир 1 минуту, потом свое средство. На основе соды и воды, ой, какой соды, уксуса и воды. И дальше какой-то, господи, давайте сейчас посмотрю, как это называется. Санитул для кухни, тоже в свекспрессе, черненький такой. Все это забрызгала, оставила где-то на 10 минуток. И теперь щеткой из пятерочки своей все очищаю. Смотрите, какой классный результат, девчонки. Теперь буду пользоваться постоянно. Кастрюлька как новая, она у меня, ей уже больше года. Кто говорит, что она новая? Нет, она не новая. Ей больше года на самом деле. Покупала в магнит-гипермагните. На скидках стоила он тогда рублей 800. Это совсем недорого. Сегодня буду делать первый свой супчик легенький. Я думаю, вы понимаете, о чем я, потому что вы знаете, как я люблю добавлять картошку. В этот раз мне стало не по себе, потому что я хотела все-таки сделать полегче. У меня прям рука тянется положить еще, но я все-таки сдержалась. И тоже обрабатываю крышечку сразу, чтобы тоже была чистенькая. Прямо до скрипа хочется мне сегодня все очистить. И добавляю сразу на супчик остальные ингредиенты. В общем, сегодня у меня день экспериментов. Пожелайте мне удачи! Также от лица своего канала я хочу всех-всех-всех поздравить. С первым сентября наконец-таки начинается новый учебный год. Новая осенняя пора пришла. Наконец-таки осень вступает активно в свои силы. Хочу поздравить мам, пап, бабушек, дедушек, детей, школьников. Всех-всех-всех и первоклассчик. И те, кто идет в садик, так же, как и мы. Всех-всех-всех поздравляю с новым учебным годом. Желаю, чтобы учились хорошо, чтобы дети не ругались, чтобы получали только хорошие отметки и вели себя подобающе. И радовали нас, родителей, и бабушек, и дедушек, и всех-всех-всех вместе взятых. В общем, решила вас поздравить сегодня. Пускай сегодня и 2 сентября, но, я думаю, ничего страшного. И желаю вам всего-всего самого-самого хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И вот такую кучу я поленилась собрать, и сегодня решила собрать вместе с вами. Это гора грязного белья, чистого белья, можно сказать. Сегодня буду вместе с вами собирать и складывать вещи. Все по стопочкам, все как полагается. Я всегда разбираю все по членам семьи. Сначала беру постельное белье, потом мужскую одежду, потом свою одежду, потом одежду старшего сына и младшего сына. Короче, все по старшерству. Я люблю это делать, и пока я это буду делать сегодня, хотела бы с вами поделиться историей. Короче, у меня опять не обходится все без переключений, потому что мне позвонили сотрудники Сбербанка. Опять-таки, я не могу. И, короче, звонят и говорят, что с городского номера, я уже все поняла, все знаю. И говорят, что сейчас с вашей карты произведен перевод на сумму, там, такую-то. Три перевода совершено от такого-то лица. Блин, девчонки, я не могу. Они что из нас делают? Таких дебилов, что ли? Мы не понимаем, что нас звонят и пытаются развести. Но я знаю, что многие не знают, как и я раньше. Ну как? Ну как вы объясните мне, все это могло произойти, что они всем звонят? Всех пытаются обмануть, всех пытаются как-то вывести из себя, что ли? Я не знаю. Я говорю, у меня к вам один вопрос. Зачем вы звоните мне? Зачем? Вы хотите содрать с меня деньги? Вы хотите узнать номер моей карты? Они такие, нет, вы что? Мы сотрудники Сбербанка, самые настоящие. Думаю, тьфу на вас, какие вы настоящие. Вы никто, господи. Все вы обманщики, все вы ненастоящие, все вы просто-просто хотят украсть у нас карты, украсть у нас данные, CVC, все там номера, все данные хотят содрать у нас, заразы такие, понимаете? Звонят и раздражают меня, как я не могу. В общем, я с ним поругалась, он кинул с меня трубку и перестал со мной общаться, представляете? Не выдержала душа по этой, так сказать, моей наперистости, потому что я не могу. Я сразу ругаться начинаю, когда мне такие звонят, хоть ругайся, хоть не ругайся, все равно они доказывают, что они самые настоящие. Самое интересное, я спрашиваю, а что это вы мне не звоните с номера 900? Все должны звонить с номера 900, кто работает в Сбербанке. Они такие, нет, посмотрите, у нас в договоре все написано, все расписано, у нас есть три номера, помимо 900. Посмотрите обязательно, я такая, нет, спасибо, вы мошенники, пошли нахрен, заразы такие. В общем, разговор у нас долгий не состоялся, не знаю, может быть, в следующий раз записать мне этот разговор на звук, не знаю, есть ли смысл, но мне кажется, бы прикол. Я хочу провести как-нибудь эксперимент и сделать так, чтобы они, получается, звонят, спрашивают, я такая, да-да-да, господи, как у меня так получилось, кто меня хочет обмануть, помогите мне, пожалуйста, и сказать специально другие данные. Не знаю, будет это интересно или нет, но у меня, в общем, такие мыслячки произошли в голове, что почему бы не поприкалываться, и потом у них все будет не подходить, они будут беситься, коды не те, номера не те, господи. Мне кажется, поприколу будет так поиздеваться над ними, почему они могут над нами издеваться, а мы не можем поприкалываться над ними, я не могу. Звонят постоянно, звонят со всех разных номеров, их блокирую, не блокирую, все равно будут звонить, найдутся новые номера, и поэтому, мне кажется, поприколу будет этим всем заняться, почему бы нет? Напишите, как вам такая идея, не знаю, мне кажется, поприколу будет этим заниматься. В общем, бельишка у меня тут очень много, как вы уже поняли. Сегодня решила сделать не супер ускоренную съемку вот этого вот всего, потому что иначе никто не поймет, как я складываю вещей. Много складываю, все отдельно, все по стопочкам, потому что я пробовала так смотреть в более ускоренном режиме. И тогда, конечно, все плохо. Все плохо, все размылено, вообще ничего не понятно. Сейчас хоть немножко понятно, как я складываю. Белье я пока что не глажу, сразу предварительно отвечаю на ваши вопросы будущие, потому что если вещь супер мятая, то перед выходом можно погладить. Если нет, то можно и дома походить, если мы в основном дома сидим. Или что, мы на площадке гуляем? На площадке вещи всегда у меня хорошие. Если что, никаких проблем не вижу, по крайней мере. Не знаю, может быть, я такая слепая, но я не вижу в этом проблемы. Если перед выходом погладить вещи, тогда я без проблем. Вообще я очень сильно хочу, потому что я сейчас на новой квартире, на другой, и хочу себе купить свою личную, которую сама выберу, гладильную доску и парогенератор. Я прям грежу этой мечтой. Очень сильно хочу мечты материальные, как мы все знаем. И, может быть, когда-нибудь все-таки приобрету эту себе вещь и буду гладить. И не чувствовать, что я пользуюсь чем-то чужим. Я хочу свое. И не знаю, как бы это глупо ни звучало, я хочу себе свое. То, что сама выберу, а не то, что у меня есть, уже не мною купленное. И поэтому хочется как-то обновиться. И, конечно же, я не против гладить там целыми днями. Но было бы это с удовольствием, это бы другой вопрос. Но когда все вещи, которые ты им пользуешься, они не радуют, то я не хочу ими пользоваться лишний раз. Вы, конечно, простите, извините, но это чистая женская правда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так, а какие мне сегодня планы? Мне сегодня в планах сделать быструю легкую уборочку в зале? Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ой, я сегодня аж прослезилась, когда у нас говорили по громкой связи все это, поздравления все. Ой, не могу. И, в общем, поздравляю, 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 поздравляю. Мы уже почти пришли, сейчас, я думаю, часика три там посидим точно и домой. Здесь как раз устанут, я обед приготовила, накормила и пошли. Как говорится, вот наша новостроечка тут. Вон он, Максимка. Юрка, поздоровайся. Кушай давай. Ой, наелся. Ладно, пойдем гулять пока. Пока времечко есть, пока светло, хорошо. Погода прекрасная, сейчас я и все. Тут близко вон идти, самое главное. Хорошо. Вообще здесь пустырь, если честно, пустырь полный. Но я думаю, ничего страшного. Выбор особого нету. Ну что, девчонки, мы гуляем два с половиной часа. Все уже разошли, здесь такая куча мала была. Вообще, 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 столько народу, ужас. Сейчас времени полдевятого где-то. Мы уже скоро тоже пойдем гулять. Максимка сам здесь везде орудует. Я не зря взяла кофты всем. Себе только не взяла зря. А так все уже хорошо, все одеты. Перекусили чуть-чуть. Здесь вообще, я так это выкладываю на детские площадки, когда столько-столько-столько народу просто. И, короче, скоро уже будем собираться. Она, вон, бабочка летает. Все уже устали. Ждем папку, наверное, встретим все-таки и пойдем вместе с ним. И завтра тоже пойдем гулять, скорее всего, чудом сидеть. Да, Йор? Да-да? Устал? Нет? Ну, молодец. Ой, ну, площадка здесь, конечно, классная-классная-классная. Ни разу не пожалела, что сегодня вышла. И завтра тоже выйдем 100%, потому что это прям надо делать. Все вышло лучше, чем я ожидала. Теперь самое главное добраться домой. Ну что, девчонки, нагулялись. Мы так нагулялись. Просто Максимка спит. Уже вообще уставший. Долго-долго мы, получается, часа три с половиной гуляли. Завтра 100% пойдем. Завтра мне суп не надо готовить. Я пойду, скорее всего, когда позавтракаем, сразу там уж приберемся, по себе заправим и пойдем. Долго я этого ждала, долго. Мне сейчас уже, на самом деле, стало легче. Нас потом Рома встретил. Мы быстренько дошли все вместе домой. И Максимка спит. Мне кажется, он так и будет спать. Сегодня пока готовила суп. Юрка у меня тут занимался. Смотрите. Это вот эти вот водные раскраски из фикс-прайса, которые просто водичкой мажешь. И они такие красивые. Правда, они все текут. Сейчас надо быстренько, чтобы все просыхали. И будет супер просто. Сегодня у меня супер день. Я сегодня очень с собой довольна. Завтра, я думаю, будет не хуже. Завтра, блин, ну вот в чем у меня проблема? То, что надо записывать озвучку. И это, конечно, долго-долго. Не знаю, как завтра получится. И на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто был со мной. Всех обнимаю. Всех целую. Всех обожаю. Мы уже сейчас пойдем укладываться. Будем кроватку делать. И пока что все. Сегодня хотела сделать ужин. Но, скорее всего, завтра буду делать. Сегодня, знаете, так, на бутербродах. Все равно Максим уже спит. И, скорее всего, да, завтра сделаю ужин. Хочу картошку с грибами пожарить. Сто лет такое не делала. Но очень хочется попробовать. Сегодня уже поздно просто всем заниматься. Вот такая у нас картинка тут. Здесь, если царапать ее, то тогда слезает краска, становится белые пятна. Она вообще прям становится непригодная. Потому что если кисточкой сильно царапаешь, тогда, конечно, плохо. И будем просыхать все это дело. Так что, девчонки, вы все поняли. Буду прощаться. Всех обнимаю. Всех целую. Увидимся совсем скоро. О, какой красивый. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok